Приветствую вас, друзья. Меня зовут Борис. Вы находитесь на видеоблоге CMT. И сегодня мы с вами поговорим о том, какую опасность может представлять из себя обычная горячая пища или обычный горячий чай. Каждый из нас любит попить горячий чай или попить супчик, сидя в пледе, или же после долгой прогулки согреться. Ну, конечно же, каждый из нас это любит делать. И каждый делал, всегда делал. Даже родители нам говорят о том, что горячий суп полезен для желудка. Но недавно я наткнулся на информацию о том, что горячая пища и, в первую очередь, горячие напитки существенно повышают риск развития рака пищевода и, в общем-то, способствуют развитию рака пищевода. Так ли это? Сегодня мы с вами разберёмся. И также поговорим о том, какие продукты обладают онкогенным характером, могут вызывать, опять же, развитие рака пищевода. Рак пищевода – очень опасное заболевание, и особенностью его является то, что он очень рано, на ранней стадии даёт метастазы, поэтому очень плохо лечится. И от 3 до 7% всех онкозаболеваний – это рак пищевода. И факторами, которые способствуют его развитию, в первую очередь, являются горячая пища, холодная пища, плохо пережёванная и пища, которая ранит пищевод. Другие факторы, конечно же, это курение, алкоголь и неправильное питание. Об этом мы все знаем. Но почему курение, алкоголь и неправильное питание плохо? Вот мы сегодня об этом поговорим. Курение увеличивает риск развития рака пищевода в 2 раза, а алкоголь – до 12 раз. Это существенные цифры. И Минздрав не просто так предупреждает. Но обычно сразу же начинаются комментарии и аргументы из разряда «мой дедушка дожил до 150 лет, а сам пил и курил». Но это уже другой разговор. Основные факторы вот такие. Однако кто бы мог подумать, что горячая пища или холодная пища, или пища неправильной температуры, может способствовать развитию проблемы. Вот и сегодня мы этот вопрос обсудим с вами. Опять же, со ссылками на научные данные. Все ссылки будут в конце ролика. Итак, какие другие факторы? Это эзофагит. Это воспаление слизистой оболочки пищевода. Это сейчас очень распространённое заболевание. Кто бы не ходил на ФГДС, проверялся, обязательно в пищеводе будет какое-либо воспаление. Это в общем-то мейнстрим при нашем современном типе питания. Важный и существенный фактор, который способствует развитию эзофагида, воспаления слизистой пищевода – это рефлюкс. Обычно идёт рефлюкс желудочного содержимого. То есть, то, что мы перевариваем, соляная кислота вместе с пищевым содержимым забрасывается назад в пищевод. Это, в принципе, физиологично и нормально. После еды это встречается. Но если это происходит слишком часто, то у нас возникают проблемы. Дело в том, что в пищеводе pH среды нормальная, то есть, от 6 до 7. Такой же pH, такая же кислотность, как у обычной питьевой воды. А в желудке совершенно другая ситуация. Там от 1 до 2 очень высокая кислотность среды. Понятно, соляная кислота именно для этого и создана, чтобы переваривать пищу, убивать патогенные флоры и так далее. И если это содержимое желудка попадает в пищевод, раздражается слизистая пищевода, и у нас возникает проблема. А если это постоянно происходит, стенка пищевода перерождает. Вот что с этим делать – это, в общем-то, тоже другой вопрос. Очень много нюансов. Обсудим далее. В первобытные времена древние люди очень часто потребляли сырую пищу. И несмотря на то, что термически обработанная пища дала толчок к развитию человеческого мозга, тем не менее сырую пищу потребляли часто, потому что не всегда были возможности развести огонь и пищу приготовить. Понятно, совершенно другие условия, не те, что сейчас. Сырая пища, необработанная, с комками шерсти. Также часто древние люди пили кровь. И всё вот это дело очень существенно влияет на пищевод. Раздражает стенку пищевода, повреждает её, если это, опять же, пища плохо пережёвана, там куски мяса сырые. Также сырое мясо и кровь имеют высокую степень инфицирования патогенной флоры бактериями. А если ещё есть раневой канал, то есть стенка пищевода повреждена, то это врата для инфекции, которая постоянно идёт во время приёма пищи по пищеводу. Поэтому термически обработанная пища – это выход. Но, с другой стороны, есть и отрицательные моменты. Горячая пища очень негативно воздействует на слизистую стенку пищевода. Существует так называемый пояс рака пищевода. Это географические зоны, где рак пищевода распространён больше, чем во всём мире. То есть, очень высокая статистика заболеваемости. В основном это касается регионов Азии, Иран, например, там, центр Китая, Япония. Вот это всё, что туда входит. Очень высокая взаимосвязь между питанием и вот этими проблемами. Всё это связано именно с характером питания людей, которые проживают в этих регионах. Какие факторы? Употребление алкоголя, употребление жевательного табака, употребление большого количества маринадов. А вы вспомните китайскую или японскую пищу, и всё станет понятно. Дефициты витаминов, которые очень распространены в этих регионах. И также стоит отметить курение кальяна. Понятно, восточные страны, особенно в Иране, это любят. Любимые всеми консерванты, которые называются нитрозамины, а их очень часто потребляют японцы в виде копчёной рыбы. Она вся пропитана вот этими веществами. Это тоже фактор, который способствует развитию рака пищевода. И всё вместе увеличивает риск развития очень существенно. Также стоит отметить, что потребление свежих овощей и фруктов в этих регионах не очень высокая. Кстати, в моём предыдущем выпуске я рассказывал о том, что представляет себя уже обработанный рис. Шлифованный, очищенный. Вот здесь, в этом выпуске. Японцы очень любят очищенный рис, отшлифованный. Используют для этого силикаты, асбест, кремнезиом. В общем, вот эти минералы. И если готовое сырьё, готовый рис плохо очищен от него, от вот этих продуктов, которые помогают обрабатывать, убирать шелуху с зёрен, тогда вот силикат, асбест, который попадает в пищу людям, способствует повреждению слизистой оболочки пищевода. Это тоже очень важный фактор. Часто встречается в хлебе, опять же, который плохо обработан, и мука, которая плохо обработана. И также встречается в отрубе. Коренные народы Дальнего Востока, Севера любят кушать часто замороженную пищу, ну или сурую пищу. Плохо обработанная пища, сырая, замороженная, даже лепёшки едят замороженные. Всё это вместе тоже одни из факторов. В европейских странах статистика по раку пищевода в среднем 5-7 человек мужчин на 100 тысяч населения, женщин 2-3 человека на 100 тысяч населения. А в вышеперечисленных странах вероятность развития рака пищевода от 5 до 10 раз выше. То есть, это очень высокие цифры. Конечно же, нельзя исключать генетику. Итак, риски ясны. А что насчёт тёплых напитков? Что насчёт супов? Что насчёт горячего стейка? В Латинской Америке очень распространён напиток, который называется матэ. В составе матэин – это аналог кофеина из кофе или из чая. А как его пьют? Его пьют через соломинку. И фишка в том, что пить его нужно очень горячим. Температура в некоторых вариантах достигает аж 70 градусов. И через трубочку вот эта горячая смесь не остужается и попадает прямо в пищевод. И по статистике большая часть онкобольных в этих регионах как раз-таки пьют матэ при такой температуре выше 70 градусов и в объёме более литра в день, что существенно. Например, в Северном Иране совсем недавно в 2009 году был проведён эксперимент. Изучали онкобольных с заболеванием, о котором мы говорим. Изучали их традиционный уклад, их особенности питания. И выяснили, что 98% больных пьют горячий чай. И в очень больших объёмах. Например, потребление чая с температурой от 65 градусов до 69 увеличивает риск развития раков пищевода в два раза. А потребление горячего чая при температуре больше 70 градусов уже в 8 раз. И это существенное исследование, серьёзное, большая выборка. Оно было опубликовано в одном из ведущих медицинских журналов, что не может не радовать. Это означает, что исследование корректно, что его изучили, просмотрели, и оно было опубликовано не в каком-нибудь там журнальчике, неизвестно откуда, индийском каком-нибудь, а в серьёзной прессе. А это уже важно. Также есть исследование для любителей кофе. В нём абсолютно такие же данные, абсолютно такие же цифры. Ну, немножко там плюс-минус несколько градусов. И выяснилось, что важна не только температура, но также важен и объём потребляемой жидкости. То есть, чашка 70-градусного кофе будет аналогична двум чашкам 60-градусного кофе. Стоит принять к сведению. А высокая температура и большие объёмы – это вообще худший из вариантов. Также можно сказать, что химический состав жидкости, которую мы пьём, там чай, кофе, мате, может влиять на повреждения слизистой и как следствие развития онкозаболеваний пищевода. Но корреляции, в общем-то, нет. В чае есть также антиоксидантные различные комплексы, которые, наоборот, препятствуют развитию онкозаболеваний. Поэтому изучали эти вопросы тоже, связи там нет. Поэтому тут чисто температура смеси, которую мы потребляем. Итак, что же делать? В общем, всё очень просто. В первую очередь избегать продуктов, о которых мы говорили выше. Это плохо обработанная пища, курение, алкоголь, жёсткая пища, различные маринады, консервы, очень острые продукты, специи и консерванты нитрозаминового ряда. Конечно, это не значит, что все, кто посмотрит выпуск, сразу откажутся от этих продуктов, потому что без них большая часть еды будет пресной. Однако желательно свести все эти продукты к минимуму. И чем их будет меньше, тем меньше риск развития проблем. Эта проблема очень насущна, она существенна. Заболеваниями пищеварительных трактов страдает огромное количество людей. Но просто большая часть из них не замечает этого или не обследуется основательно. Сходить на ФГДС рекомендую всем, можете найти что-нибудь новенькое. Также есть рекомендация по включению овощей и фруктов в ежедневный рацион, что важно, свежих, потому что некоторые исследования из тех, которые были изучены мною, говорят о том, что потребление овощей и фруктов как раз-таки снижает риск развития рака пищевода. Термический ожог – это всегда плохо. Какой чай нужно пить и какой температуры? Как это выяснить? Можно ли хотя бы тёплый супчик скушать? Идеальная температура потребления жидкости – это 55 градусов, от 50 до 55. Если вы пьёте чай сразу же с огня, сняли чайник, налили, то это, естественно, не 55 градусов. В общем-то, если суммировать, напитки, продукты, супы – всё должно быть не горячим, а тёплым. Например, британцы избегают проблем с пищеводом, тоже проводились и на них исследования, благодаря тому, что в большинстве своём пьют чай с молоком. А это означает, что они просто чай разбавляют молоком, тем самым снижают общую температуру смеси. Также важный момент – пятиминутное заваривание чая, то есть налили и оставили стоять 5 минут, снижает риск возникновения рака пищевода в 5 раз по сравнению с двухминутным завариванием смеси. А что же делать, если нет термометра под рукой? Как сориентироваться, как выяснить, какая температура продуктов или напитка? Всё просто. Формула следующая – тёплая пища не должна обжигать губы, а холодная пища или студённая пища не должна морозить зубы. К сожалению, по холодной пище нет данных, они несущественны, исследований мало. Но, тем не менее, студённая пища, конечно же, не хороша для пищевода и для ЖКТ в целом. Об этом мы поговорим чуть позже, особенно о холодных напитках – после еды, до еды. Ещё есть простой рецепт – нужно просто взять и опустить палец в напиток, который вы собираетесь пить. Конечно же, будет больно в основном всем тем, кто любит пить горячий чай или горячий кофе. А почему пищеводу не больно? Ожог пальца можно получить, если хотя бы там подержать секунд 10 в таком напитке свой палец. С пищеводом абсолютно то же самое. Некоторые могут сказать, что они остужают напиток в ротовой полости, однако это не совсем так. Дело в том, что пищевод обладает пониженной чувствительностью к боли и сниженным количеством терморецепторов. Поэтому ожог, поэтому боль, поэтому неприятные ощущения от проходящего комка пищи по пищеводу не очень существенны. Эти ощущения снижены. В противном случае нам всегда бы было больно есть любую пищу. Ещё один повод к тому, чтобы избегать сильно горячей или очень холодной пищи – это повреждение эмали зубов. Всё просто. Очень горячий продукт, если резко попадает в ротовую полость, то он вызывает повреждения эмали, микротрещины. То же самое происходит и при потреблении студионной пищи. А для любителей чая с холодным мороженым, так это вообще прелесть. Вы можете с тем же успехом взять холодную банку, положить в морозильник, вытащить её из морозильника и залить кипятком. Она обязательно треснет. То же самое происходит с эмалью зубов. Итак, друзья, спасибо большое за внимание. С вами был Цацулин Борис. Подписывайтесь на мой канал СМТ. Где-то вот здесь есть иконочка подписаться. В описании к видео есть ссылочка на мою группу ВКонтакте, это паблик, и на мою страничку ВКонтакте. Подписывайтесь и добавляйтесь в друзья. Если у вас есть какие-то пожелания, вопросы, оставляйте их в комментариях к видео. Я их все читаю, все просматриваю. К сожалению, не всегда получается на них ответить. Итак, друзья, скоро будут новые выпуски. Спасибо и, конечно же, удачи вам и смелости в достижении всех ваших целей. А. Помогитеraph. Игра. Игра.